Всем привет! Закупил профтрубы и буду воплощать просто шикарную идею для мастерской. Могу сказать, что она должна быть у каждого мастера. Реально нужная вещь. Всем желаю приятного просмотра. Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Ну вот и все. Вот такая вот интересная самоделка. Ванная очень простая в изготовлении. У меня получилось. Вот такой вот зубастик. Ням-ням. Не буду лукавить. Идея не новая, но мне она очень понравилась. Теперь пойдемте покажу, как она работает. Закрепил я ее временно на столбе. Сделал в нем прорезь. Так, временно, чтобы проверить, как она работает. А потом в итоге можно ее куда-то вот здесь приспособить. Ну, в принципе, и на столбе неплохо держится. Ложим сюда бревно. Сверху зажимаем вот этим зажимом. Ведь часто бывает так, что когда мы пилим, цепь соскакивает и мы ее тупим. А тут получается все на весу. Сейчас я продемонстрирую, как она работает. Как вы видите, зубья напрочь вгрызаются в древесину, тем самым она у нас никуда не провернется и не соскочит, держится мертво. Сейчас попробуем вот это длинное бревно распилить также на весу. Естественно, каждый делает под свою высоту, под свой рост и под свой размер бревен. Я сделал под вот такие вот 15-е бревна. Сегодня пришла идея сделать простое в изготовлении и, безусловно, нужное приспособление для дома. Для ее реализации буду использовать обрезки старых труб разного диаметра. Желаю приятного просмотра. Продолжение следует... 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 Вот такая вот, друзья, у меня получилась самоделочка. Как вы видите, вот эта труба крепится к стене. Вот так вот она идет. Ничему не мешает, никому не мешает. Снизу колесики. Те, кто догадался, для чего это приспособление я сделал, напишите, пожалуйста, в комментариях. А сейчас я расскажу, как она работает. Кстати, вот здесь внизу я сделал вот такой вот болт, который, если его ослабить, можно поворачивать подвижную планку нижнюю на колесиках. Разворачивать ее так, так и по высоте регулировать. Так как двор не сильно ровный, и для этого иногда его нужно регулировать. Все, сейчас я показываю, как все это работает. Для чего я это сделал. Получилась вот такая вот перекладина, на которой очень удобно сушить и мыть полосы ковры. Выдерживает она меня вообще без проблем. Сразу говорю, вот такой высоты сделал для того, чтобы можно было большие полосы и ковры стирать, сушить, чтобы они по полу не болтались. Трубу взял 60-ку, можно взять потолще, для того, чтобы между ковром и трубой было пространство. И когда он сох, здесь ветер. Гулял туда-сюда и все отлично продувалось, просушивалось. Легким движением руки перекладина становится на место и никому не мешает. Вот такая, друзья, у меня интересная самоделка получилась. Я бы даже сказал, что это приспособление, которое всегда выручит, поможет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такое изделие, понравилось или нет, что в нем можно поработать. Ну а на сегодня у меня все. Желаю всем добра, удачи и успехов. Берегите себя всем. Пока-пока.